Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл «Введение в священное писание Нового Завета». Тема сегодняшней лекции – понятие «завет» в ветхозаветный период. Для того, чтобы изучать дисциплину введения в священное писание Нового Завета, очень важно разобраться с тем, как понималось понятие «завет» в период Ветхого Завета. В современном русском литературном языке термин «завет» означает «наставление», «совет» некоего человека, значимого и известного последователем или потомком. Мы с вами помним, как в советские годы многие колхозы назывались «заветой Ильича», то есть некое наставление или завещание. И поэтому мы именно так воспринимаем и термин «завет». Однако, несколько иначе, данный термин, который по-еврейски звучит как «берит», понимался в эпоху Завета Ветхого. Этим термином «берит» в священном писании обозначен «завет» между Богом и людьми. А вообще говоря, в еврейском народе и в других семитских народах этим исходными семитскими терминами обозначались договоры. Причем договоры совсем разного характера. Это могли быть как договоры между отдельными людьми. Это могли быть договоры между группами людей или между группой людей и конкретным лицом. Это могли быть договоры между сторонами одного и того же статуса. Но также могли быть договоры между лицом, который имеет более высокий статус, и лицом, подчиненным с низким статусом. Когда мы смотрим на договоры, заключавшиеся в Древнем мире в третьем и во втором тысячелетии до Рождества Христова, а такие договоры дошли до нас с вами, их тексты, то мы с удивлением обнаруживаем, что оказывается все они имели определенную структуру. И более того, во многом структура этих договоров четырех-пяти тысячелетней давности сохранилась до сих пор и тоже присутствует в наших современных договорах. Можно выделить следующие части в древних договорах на Древнем Ближнем Востоке. Первое. Введение с именами вступающих в отношения сторон. То же самое имеется сейчас. Если мы обращаемся в офис компании мобильной связи, например, для того, чтобы приобрести сим-карточку, получить номер телефона, мы заключаем договор, в котором обязательно прописывается название этого мобильного оператора и наша с вами фамилия, имя и отчество. Вторая часть древних договоров. Исторические обстоятельства договора. И у нас с вами они тоже присутствуют. Указывается город, например, Санкт-Петербург и год, например, 2022. Третья часть договоров. Условия и взаимные обязательства сторон. Сейчас у нас с вами это основной раздел. Мы обязуемся использовать мобильную связь только в хороших, добрых целях, ни в коем случае не в противозаконных. А оператор обязуется обеспечивать для нас с вами надежную мобильную связь. Четвертый раздел. Хранение экземпляров и чтение текста. Ну, сейчас, как правило, договоры составляются в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Пятый и шестой разделы присутствовали в древности, но у нас с вами их практически нет. Пятый раздел. Свидетельство о серьезности намерений и призывания богов. У нас, как правило, сейчас прописывается, что мы действуем в рамках правового поля, а в случае, если возникают какие-то разногласия, они либо решаются в досудебном, либо в судебном порядке. И, наконец, шестой пункт, шестой раздел в древних договорах – это проклятие и благословение. У нас с вами этот раздел отсутствует, потому что договора наши носят нерелигиозный характер. Для священного писания Ветхого Завета и для ветхозаветной истории основным центральным договором был, конечно же, договор, заключенный между Богом и еврейским народом через Моисея на горе Синай. Так называемый Синайский Завет. Основная часть, основное ядро этого завета – это доколог или десять заповедей, который изложен в двух книгах Пятикнижия Моисея, в книге «Исход» в 20 главе с 1 по 17 стих и в книге «Второзаконие» в 5 главе 6 по 21 стихи. Но кроме этого ядра договора между Богом и еврейским народом, конечно же, некоторые другие фрагменты Пятикнижия Моисеева представляют также части вот этого большого договора между Богом и народом Израилева. И как раз представляют интерес посмотреть, а как соотносится доколог и совмещенные с ним заповеди с договорами на Древнем Ближнем Востоке. Введение. Для Синайского договора, Елизавета, введением является 1 и половина 2 стиха 20 главы книги «Исход». «И изрек Бог все слова эти, говоря». Книга «Исход» 20 глава 1 стих. Вводная фраза, которая указывает на превосходство одной из сторон. Похожую формулировку можно найти в хетских договорах. Например, преамбула договора между хетским царем Муршелишем и Амарийским царем Дуппетесубом звучит так. «Вот слова солнечного Муршелиша, великого царя хетской земли, доблестного, любимца Бога Бурь». Далее в книге «Исход» идет указание на стороны, заключающее соглашение. «Я Господь Бог Твой», то есть «Я» – это Бог Ягве, а «Ты» – это еврейский народ. Исторические обстоятельства Синайского завета изложены в краткой, но емкой фразе, указывающие на особые события, только что происшедшие по воле Господа Ягве с еврейским народом. «Я тот, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Книга «Исход», 20 глава, 2 стих, 2 часть. Тем самым Бог указывает «Я желаю с тобой заключить договор, но я тебя уже освободил без каких-либо условий, для того, чтобы показать всю полноту своих добрых намерений». Тем не менее, в самом договоре, в 10 заповедях, содержатся условия, до которых договор заключается. Очень важно помнить, что при чтении 10 заповедей у нас с вами перевод на европейские языки, в том числе и на церковнославянский, и на русский, не вполне точный. У нас идет отрицание «не убей», «не укради». А, собственно, в древнееврейском тексте стоит именно так, как и должно стоять в договоре, что будет делать или что не будет делать, сторона, заключающая договор. Ты не будешь убивать, ты не будешь красть и так далее. Кажется, что большая часть обязательств возлагается на еврейский народ. Но это не так. Бог тоже берет на себя обязательства. Хотя их, вроде бы, количественно меньше, но по значению они, конечно, чрезвычайно велики. Например, «Он – это Бог, творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Исход 20 глава 6 стих. Или «Исполнение заповеди необходимо, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». 12 стих той же 20 главы книги «Исход». Имеются свидетельства о том, что на Древнем Ближнем Востоке таблички с текстами договоров между царями, изготавливаясь в двух экземплярах, хранились в центральных храмах каждого царства. Причем копия подчиненной стороны договора должна была регулярно прочитываться. Например, в тексте договора между хетским царем Суппелилиумасум и метанийским царем Куртивазой говорится, одна из двух копий этой таблички размещена перед богиней Солнца Аринной, поскольку богиня Солнца Аринна распоряжается правлением царя и царицы. В стране Метани вторая копия размещена перед Чесубом, господином святилища Кахата. Через регулярные промежутки времени они будут читаться в присутствии царя метанийской земли и в присутствии сыновей страны Хуритов, которые населяют эту метанийскую землю. На основании подобного рода свидетельств мы понимаем, каким образом два экземпляра договора между богом и еврейским народом, а именно две скрижады, оказались в святилище, а потом в храме Иерусалимском, в святая святых. Тот экземпляр, который принадлежит богу, был помещен туда, где преимущественно проявлял себя бог в Ветхом Завете, в его святилище, а в святилище в самую важную комнату, во святая святых. А тот экземпляр, который принадлежал еврейскому народу, как это было вообще на Древнем Ближнем Востоке, был положен в святилище их бога, бога Ягве. Таковым была Скиния, потом храм Иерусалимский, в самое важное и значимое место, во святая святых. Таким образом, два экземпляра скрижали, логически разными путями, оказались в одном и том же месте, во святая святых Скинии и храма Иерусалимского. Интересно, что во второзаконии было предписано регулярно прочитывать текст договора, то есть десяти заповеди, на праздник Кущей, второзаконие, 31 глава, с 10 по 13 стихи. И тем самым, уже в Пятикнижии Моисеевам подчеркивалось, что договор заключен между сторонами, имеющими разный статус. Бог имеет высокий статус, а народ еврейский относительно него подчиненный статус. В текстах договора Древнего Ближнего Востока присутствует раздел, призванный засвидетельствовать серьезность намерений сторон. В нем содержится обращение к богам, нередко в виде длинного перечня имен богов и различных природных элементов – гор, морей, источников, рек, неба и земли, – облаков и ветра, которые, видимо, рассматривались как некие божественные сущности или атрибуты божеств. В случае необходимости богов просили о том, чтобы они своей волей обеспечили выполнение договора. В Пятикнижье Моисеевым свидетельством серьезности намерений еврейского народа, наряду с призванием имени Господа, стало возведение Моисеем жертвенника из двенадцати камней. Книга Исход, 24 глава, 3 и 4 стихи. Проклятия и благословения, как раздел договоров. Проклятия за нарушение договора были неотъемлемой частью соглашений в Древнем мире. Причем этот раздел был краток в хетских договорах и досконально проработан в ассирийских и сирийских документах. Поскольку в предыдущем разделе боги призывались в качестве гарантов соглашений, то проклятия связывались с именами конкретных богов. Благословения за исполнение соглашения следовали после раздела проклятий и были, как правило, более краткими. Иногда этот раздел в договорах Древнего Ближнего Востока вообще опускался. И вот здесь мы видим превосходство Синайского Завета как договора над подобными религиозными и политическими договорами в Древнем мире. Потому что в Синайском Завете тоже присутствуют проклятия и благословения. Но благословения идут раньше, их больше, и отсюда логика такова. Бог заключает со своим народом договор не для того, чтобы его наказывать через проклятие, но для того, чтобы народ получил обильное благословение. Мы с вами находим в двух книгах пятикнижья «Благословение и проклятие», в книге «Левит» 26 глава с 3 по 13 стих «Благословение», а затем с 14 по 33 стих «Проклятие». Относительно оседлой жизни в Ханаане «Благословение и проклятие» изложены во Второзаконии, 28 глава, первые 14 стихов «Благословение», затем с 15 по 68 стихи «Проклятие». Таким образом, мы можем констатировать, что Господь рассчитывал прежде всего на искреннее действие еврейского народа в рамках договора, которые приведут к обильному благословению со стороны Бога. Конечно, хотя Синайский завет является центральным для священной истории того периода, тем не менее мы должны вспомнить о том, что подобный термин «берит» используется и для указания целого ряда других заветов, договоров между Богом и праведниками, в частности, между Богом и Авраамом, Исааком, Иаковом, а также Сноем. И, конечно же, имеет смысл рассматривать эти заветы, договоры, не как нечто обособленное друг от друга, но как некую продолжающуюся традицию, продолжающуюся традицию, которая указывала на определенный путь ветхозаветной праведности. Поэтому, конечно же, первый самый договор, хотя этот термин не используется в священном писании Ветхого Завета, можно мыслить как заключенный между Богом и Адамом, а уже последующие договоры есть возобновление первого исходного договора. Договора в Древнем мире, как правило, сопровождались определенными знаками или иногда используется в синодальном переводе, в церковнославянском переводе термин «знаменье». Если это был обычный договор, то либо приносилась жертва, либо произносилась торжественная клятва, в ряде случаев уже в более поздней эпохе мог прикладываться перстень и так далее. Вышеперечисленные договоры, которые были договорами в русле традиции ветхозаветной праведности, также получили целый ряд внешних отличительных знаков. Договор с Ноем получил в качестве такого знака радугу, договор с Авраамом – обрезание, и договор через Моисея с еврейским народом – соблюдение субботы в качестве отличительного знака пребывания в договоре и сохранения этого договора. Подобное понимание завета как договора продолжалось вплоть до эллинистического периода. Однако после возвращения евреев из Вавилонского плена, после того, как потребовалось перевести священное писание Ветхого завета на греческий язык, приходит несколько иное понимание договора. он уже понимается не только и не столько как юридический договор, а именно как завет, завет между Богом и еврейским народом. Об этом будет сказано в следующей лекции. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.